Самое оживленное обсуждение началось при рассмотрении вопроса об установлении платы за резервирование места семейного захоронения. В Сочи 107 кладбищ и пока только 25 муниципальных. Так вот, говорили депутаты об установлении тарифа именно на муниципальных погостах. Семейные, в скобочках, родовые захоронения. Для них, согласно федеральному закону, выделяются места до 20 квадратных метров. Из них два места бесплатно, а остальные, которые на этом же земельном участке, на них необходимо оплачивать. Сколько необходимо платить за остальные 13 метров решится довольно скоро. Сегодня была создана рабочая группа, которая занялась проработкой цены родового захоронения. Те же, кто уже занял территорию кладбища свыше нормы, будут оплачивать согласно тарифу, который утвердят депутаты на следующей сессии городского собрания Сочи. Вопрос единовременной платы был, как проект, принят сегодня в первом чтении. И, по мнению Анатолия Пахомова, цена должна быть не кадастровой, а фиксированной, одинаковой для всех районов города, независимо, городское это кладбище или сельское. Мне кажется, что здесь не надо торопиться. Мы даже не представляем, какое это жизненно важное решение, по большому счету. Это сотрагивает каждого человека. Речь зашла на сессии и о переезде депутатского корпуса в новое здание бывший кинотеатр «Стерео». После реконструкции это будет не только место, где принимаются важные для горожан решения, но и место проведения общественных мероприятий. По мнению городоначальника, городская ратуша станет объектом показа. Проголосовали и сегодня народные избранники за передачу части муниципальных помещений во временное пользование некоммерческой организации стандарта социального питания на период проведения в Сочи всемирных хоровых игр. Кормить гостей фестиваля будут те же повара, что и готовят сегодня сочинским школьникам.